Приветствую вас, смотрю, коллеги пытаются вас разобидеть в том, что вы делаете, показать вам, что вы не правы, показать вам, что то, что вы хотите сделать не очень-то правильно. И вы знаете, ну, с их позиции, наверное, они действительно полагаются верно, тем не менее, я хотел бы вам помочь, хотел бы, чтобы вы, как говорите, вы попытались сделать, и поэтому приглашу вам для этого несколько вариантов, которые, по моему мнению, могут подпособствовать тому, чтобы достичь цели, которые вы себе поставили. А в конце моего ответа будет небольшая такая рекомендация по поводу того, что вам нужно делать, дабы не испытывать на себе тех моментов, о которых вы пишете в первой половине своего письма. Естественно, я об этом предупреждал, скажем, что я начал об этом говорить, если вам это не интересно, вы можете это не слушать, это ваше право. Значит, у мужчины в его возрасте, то есть в возрасте 34 лет, если я вас правильно понял, не разу не было отношений. И мужчина, как-то немного, я бы сказал, странно, не считается даже в интиме с женщиной. То есть здесь, вот, чтобы как-то вам лучше понимать его, очень желательно определить, чем вызвано такое вот его поведение. Почему оно такое? А почему мужчина, вот, выбрал такую жизнь? Ведь нату у него явно были какие-то причины, и вот эти причины вам нужно понять. Предположим, мужчина не хочет терять свою, ну, например, свою свободу. Предположим, мужчина имеет некое такое, знаете, предвзятое отношение к женщинам. И в любом случае, при любом раскладе, вам это нужно понять. Он же вам, наверное, вот, что-то говорил, когда, ну, принимал ваше отношение без обязательств. То есть, наверное, скорее всего, вам он как-то объяснил немножечко свое такое вот поведение. Или, условно говоря, лучше сказать, свой такой выбор. И вот этого желательно бы для себя понять. Чем обусловлен его такой выбор? Как он этот выбор объясняет? Что он для него значит? И так далее. Если у мужчины есть некоторые убеждения относительно того, что вот, ну, относительно того, как ему строить свою жизнь личную, то вы эти убеждения можете, конечно же, сломать. Как? Показав ему, что они неверны. То есть, такое поведение мужчины – это защитная реакция. Это его защитная реакция в ответ на некие, или лучше сказать правильно, на некоторые жизненные обстоятельства, на некоторые жизненные моменты, которые, ну, собственно, вызвали у мужчины переживания, вызвали у мужчины негативные переживания, и которые нежелательны для него теперь в будущем. Соответственно, вам эта защитная реакция нужно будет последовательно, постепенно убирать, последовательно, постепенно эту реакцию вам нужно будет ломать, или я бы сказал лучше, ну, правильно сказать, переформатировать, переформатировать в другую реакцию, и тогда он постепенно примет вас, тогда постепенно он примет вас в отношении. Также, что вам еще обязательно нужно сделать? Вот, в обязательном порядке. Вам в обязательном порядке еще нужно понять, боиться ли чем-то мужчина, и постепенно показывать ему, что вот то, чего он опасается, в действительности, ну, не так вообще ужасно, не так страшно. Еще раз повторю, это достигается через понимание того, что мужчине дорого, и что мужчине важно, а также чего он боится, чего опасается. Вы говорите, что вы с ним встречаетесь для секса без обязательств. Это значит, что у вас есть какое-то общее время, да, общее время, которое вы проводите вместе с ним, и вот за это, за время этого общего значит, ну, времяпроводления, вам нужно будет вот эти моменты все у него расспросить, потому что они очень важны. Дальше, следующий момент, который я хочу вам сказать, это такой, чтобы вы сами по возможности определили, какую, какая, точнее, женщина мужчине нужна, какие женщины, какие качества в женщинах мужчину привлекают. пожалуй, без этого нельзя будет однозначно говорить, что у вас получится как-то расположить его к себе. То есть, вам, по сути, нужно будет стать той, точнее, такой женщиной, которая нужна этому мужчине. и если вы хотите его привязать к себе, то вам придется так или иначе что-то менять в себе, чтобы опять-таки быть той, кто, чтобы опять-таки быть той, в ком нуждается мужчина, в ком у него есть потребности. И только тогда вы сможете однозначно сможете расположить его к себе так, чтобы он был с вами. То есть, сможете привязать его только таким вот образом. Пожалуй, других способов по привязке вряд ли можно будет найти. Но это уже говорит только о МЛП. Пожалуй, только если это МЛП, то я бы здесь не стал о нем говорить, потому что МЛП это все-таки программирование, программирование это далеко не самый лучший вариант расположения к себе человека. И вот в принципе таковы основные моменты, которые вам нужно учитывать при расположении мужчины к себе. пожалуй, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, других моментов нет. То есть нужно понимать желание человека, нужно понимать чего мужчина хочет, что ему вообще-то говоря нужно, и это ему даст. Но, но, как я уже сказал, вы можете пойти и по другому пути. И здесь та самая рекомендация будет, о которой я говорил вам в начале, что вы можете в принципе эту рекомендацию, если она вам не интересна, вы можете ее не слушать. То есть она касается по только вас. Это не то, о чем вы спрашиваете изначально, это мое такое наблюдение относительно вашего состояния на данный момент. Значит, то, что вы выбрали мужчину намного старше себя, скорее всего, свидетельствует о том, что у вас есть определенные проблемы, определенные, ну, скажем так, даже не проблемы, а недостаток во взаимодействии с отцом. Недостаток во взаимодействии с ним и как следствие желания вот этот недостаток восполнить. вы хотите, вы нуждаетесь в сильном взрослом мужчине рядом с собой, который окрудил бы вас защитой, наверное, надежностью и который бы защитил вас от всех проблем. Это желание, оно в принципе и в целом нормально для женщины, но, понимаете, не с такой разностью. то есть разница в возрасте 14 лет при условии того, что вы не можете мужчину добыть, при условии того, что вы сравниваете его с другими мужчинами и по вашему мнению, по вашим словам получается так, что все вот эти мужчины в итоге проигрывают, они проигрывают тому первому, то есть вот в кого вы влюбились изначально. Это говорит о том, что у вас явный недостаток взаимодействия со стом. То есть чего-то вам папа не дождал. Нет у вас возможного образа, первичного образа мужского поведения. или есть но гипертрофированный, или есть но искаженный, ярко выраженный, что и определяет такую вот вашу реакцию на мужчину и на этого мужчину, который старше вас в частности. И тогда прорабатывать с вами детско-родительские отношения, смотреть какие там есть моменты, если там какой-то негатив, если там какие-то проблемы, если есть, то с этим нужно будет поработать. Нужно разбивать вот этот сценарий, который вы повторяете. То есть навязанный такой вот может быть неосознанный или осознанный, ну скорее всего неосознанно навязанный родителями, в частности вашим папой, вам такой вот сценарий поведения. Нужно его разбивать. Развивать как? Очевидно, что вы раз не можете мужчину забыть. Очевидно, что раз вы все равно даже встречаясь с другими мужчинами, все равно пропустая все его, значит, он вам дает что-то такое, чего вам не дают другие мужчины. Потому что, ну вот, значит, выигрывает на фоне всех, он, это ваше, к сожалению, субъективное мнение. Он вам дает то, что вам нужно. То есть, то, что вам нужно, может дать только он, по вашему мнению. И судя вы так думаете, что вы от него зависимы, раз вы не можете его забыть и пытаетесь свернуть даже путем манипулирования и так далее, то у вас зависимы. И зависимость это нужно развивать через реализацию своих желаний и через правильное ограничение своих потребностей, направленных на мужчину, как в отце, и так и в классическом мужчине. И вот те потребности, которые у вас определяются потребностью в отце, нужно удовлетворять отдельно, самостоятельно. Через личностный рост, через развитие или через работу с психологом. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы возникли. Обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров